Режим прекращения огня на востоке Украины по большей части соблюдается, однако европейские наблюдатели почти каждый день сообщают о нарушениях перемирия. Опасной зоной остаётся аэропорт Донецка. До того, как в феврале вступили в силу Минские соглашения, на его территории шли ожесточённые бои между ополчением и украинскими военными. Вот как выглядел аэропорт во время активных военных действий. Конечно, после объявления о прекращении огня обстановка в районе аэропорта изменилась. ОБСЕ отмечает, что за прошедшую неделю нарушений перемирия стало меньше. 22 мая представители ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста прибыли в аэропорт, чтобы извлечь из-под обломков останки погибших. Некоторые тела находятся под завалами уже несколько месяцев, так как вести поисковые работы в сложившейся ситуации крайне опасно. С подробностями из Донецка корреспондент РТ Роман Косарев. В ходе работ в старом терминале Донецкого аэропорта наблюдателям ОБСЕ и миссии Красного Креста удалось извлечь тела по меньшей мере трёх военных. Они находились здесь долгое время и обгорели так сильно, что в них едва ли можно распознать человеческие останки. Однако генетическая экспертиза поможет установить личности погибших. Наша задача – опознать останки и вернуть их родственникам. За год боевых действий между ополчением и украинской армией Донецкий аэропорт, на строительство которого было потрачено 750 миллионов долларов, превратился в руины. На сегодняшний день он остаётся одной из самых нестабильных зон конфликта. Недавно президент Украины Пётр Порошенко заявил о своих намерениях отвоевать аэропорт, чем только добавил масла в огонь. Я не сомневаюсь, мы освободим аэропорт, потому что это наша земля. В такой обстановке искать останки погибших солдат крайне опасно. Точное число жертв противостояния в Донецком аэропорту по-прежнему неизвестно. Представители ОБСЕ и Красного Креста продолжают поиски. После тщательного опознания, извлечённые из-под завалов тела, будут переданы родственникам погибших. Роман Косарев, РТ, Донецкий аэропорт.